Девушки отдыхают И она готова бороться за свое счастье Я хочу, чтобы ты знал, что у нас там, как бы, ну, отношения с ним завязываются Вера и Захар переживают период влюбленности Вот то, что сейчас происходит, это прямо такая вот животная прям страсть В отношениях Жени и Анжелики не все гладко Она хочет цветов и внимания, он исключительно близости Я хочу разобраться, что у нас с тобой происходит Сама у себя в голове разберись, понимаешь Ну куда ты не уходишь? Ну я пойду, мне надо в номер В среду Стас узнал о том, что на родине его ждет беременная девушка И очень обрадовался Вчера на Оракуле Алена приложила Стасу уехать домой В такой ситуации тебе нет смысла оставаться на проекте Амина, которая простила Стасу обман, не ожидала такого поворота событий и очень расстроилась Вечером на вилле поссорились все девочки Все началось с разборки Катрин и Анжелики Продолжилась словесной перепалкой между Викой и Аминой А закончилась дракой Амины и Кати Сегодня каникулы в Мексике закончатся для одной из девушек Кому пора домой? КОНЕЦ 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 Совсем скоро церемония, подумай, пожалуйста, насколько ты можешь доверять людям, которые рядом Катя, так получилось, что перед церемонией выбора парты оказалась без поддержки Насколько ты уверена в людях вокруг? Подумай, пока будешь собирать свои вещи Вдруг попрощаться с каникулами придется и тебе До встречи, Алена Странно это все Елен Катрин, один раз ты уже победила и вряд ли переживаешь перед еще одной церемонией Но игра продолжается, сегодня вечером покинуть вилы можешь и ты Ба-ба-ба, под ударом, как всегда, все Я отношусь к церемониям, я уже всегда говорю, всегда мне страшно Обмен парами Ну а если обмен парами, то... А бывало? Ну да, я думаю, что все друг другу... Да нет, это понятно, просто смотри еще, у кого будет иммунитет Просто может быть, наоборот, мы будем голосовать против какой-то девушки, понимаешь? Амина, наверное, ты не ожидала, что перед самой церемонией окажешься без поддержки Думаю, это не первый раз, когда ты попадаешь в такую ситуацию Конечно, ты попробуешь найти защиту у тех, кому еще можешь доверять Пожалуйста, не ошибись снова, но на всякий случай собери свои вещи Возможно, каникулы закончатся все, скоро и у тебя, Алёна Конечно, ты попробуешь найти защиту у тех, кому еще можешь доверять Под ударом я, в первую очередь я, потому что я одиночка, у меня нет того союзника, того партнера Он вчера уехал к своей жене и ребенку И, соответственно, я под ударом больше всего У нас четыре получается, пацаны Шесть девочек Еще баб Здорово Амина ночевала сегодня, интересно, где? Надеюсь... Я думал, что она ночевала с этим... С Джексоном мы... Да, потому что... Втроем? Да, потому что я думал, что... Она могла... Мы думали с Верой, что она может пойти, короче К Кате? Да Просто она переживает то, что ушел, да, Стас Поддержка ее, друг очень близкий И она к нему относилась, как к мужчине, на самом деле Понимаешь? Она все поняла, там, женщина, ребенок, ладно, зачем добивать? Катя, вчера подрались с Аминой, она видит, что Амину очень легко завести И она ее постоянно кусает Я ее не трогаю, я сижу, плачу, ушел Стас Мне тяжело, мне реально тяжело было вчера На что она подходит, начинаю какую-то чушь нести Но я не сдержалась, прописала ей двойку, что она упала А что мне оставалось делать? Больше всего я жалею о том, что меня вчера держали Я получил тоже И ногой Катя Но она же била Амину, я подставлял себе Ничего себе Она ногой сначала один раз ударила, а потом схватила меня вот так за кофту, порвала ее вот так вот натягивала Она порвала тебе кофту? Ну да, она натягивала вот так ее кофту Я, наоборот, прижался к Амине и закрыл ее, потому что я больше, чем Амина И она как-то не могла пробить меня, а потом уже сбоку обошла, я не видел и видел Сбоку уже и короче Но у меня тоже ногтями там На огонь Джексону по шее ногтями тоже, Катя, прошлась Нормально так Я начал держать Захар, это была его ошибка, он полностью блокировал мои движения И эта тварь из-под тяжка подошла, меня ударила И потом она повернулась и всем ребятам подняла юбку и показала свое очко Это что? Утром она интеллигентная женщина, которая якобы ножиком и вилкой кушает А, ночью Катя какая-то марамойная Да тварь, просто тварь Рассадите их кто-нибудь А Катя? Да, сейчас как обычно утром ничего не будет, Катя на нее не будет кидаться Катя может, Амина не будет Не будет она кидаться на нее сегодня, ну зачем Катя когда выпьет эту грамму, она тогда кидается Это все понятно, но сейчас лучше их рассадить Мне так нравится, все вот пьяные только герои Правда, честно Я вот как не ножусь, я все равно не буду сама начинать Вот это То же самое и я Ну все переживали, что на завтраке Амина и Катя начнут опять задевать друг друга И будут там какие-то разборки, мы даже с парнями прислушивались на всякий случай Если что, чтобы успеть побежать наверх, их разнять Игорь, письмо пришло Всем Всем пришло Всем девочкам? Да, да, да А почему всем девочкам? А каждый может идти сегодня? Обмен партнерами может быть Нельзя подходить к тому, с кем жил Ну сын про доверие написано Да Нельзя подходить к кем жил Что-то я понимаю, что если осталась без поддержки, ты этого не ожидала Поищи поддержку тех, кто остался, кому доверяешь Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Не мальчиков, я с вами Мне кажется, будет человек на доверие Мне кажется, не будет подходить со мной, что не будет Я не смогу к другому подойти, я ни с кем не знакома особо Да, нас меньше мальчиков, а бояться нечего Да Ну еще зависит Один маск А Смотри Ну что им как Ну В принципе, грубо говоря, если с кем жил, то тебе тоже Ну да, бояться нечего Я не с кем не жила Так я тоже вообще с кем не жила Иди ко мне Иди ко мне Сейчас я трусы от купальника одену, можно? Трусы? Можешь мне одевать? Нет уж, дорогой, одену Ты боишься меня? Да Да Я боюсь за свои необдуманные поступки, о которых я могу пожалеть Допустим, заняться сексом на камерах Мне кажется, у нас идет Каким-то отношением таким более серьезным У нас просто Не просто, мне кажется, какой-то флирт Как ты думаешь, в таких трусах можно загорать? Может в этих? Вот в этих А то полоски остаются Да, ну отлично Уэлл будет только рядом с тобой в этот момент Что ты про него сейчас вспоминаешь, скажи? Ну я с тобой не буду рядом, если ты будешь в таких трусах загорать Я буду где-нибудь подальше загорать и лежать Чего ты все время убегаешь от меня, когда мы с тобой наедине остаемся? Почему убегаешь? Ну не знаю Знаешь, что-то бегать, что-то делать Собираться, непонятно Ты можешь полежать со мной? А то как будто я никогда другой не была Я такая всю жизнь была Ну ты можешь полежать десять минут? Могу Он меня воспринимает уже как свою женщину А мне нравится то, что он большой и сильный Мне нравится, что он может сказать что-нибудь жесткое И я могу типа испугаться Мне неловко Почему? Не знаю Нет! Не сниму у меня без ты же глаза Только и я туда захожу Так, ты же хочешь, чтобы они остались целы? Нет! А ты что будешь делать? Трясницы мне дергать? Ага У меня глаза опухшие Ну-ка Ну посмотри в глаза Что, собираться пора, да? Это было круто Да? Ага Было бы круто, да Было бы так круто Я говорю, это было круто А, уже было? Да Блин, ну везет тебя Мне чуть больше времени для этого нужно Часик, два Круто У меня есть к вере и страсть, как бы и физическая тяга И я чувствую с ее стороны тоже Ей нравится находиться рядом с моими прикосновениями какие-то Нам очень хорошо вместе И я встала Ребят, с нам лодка Это мальчик вот, подожди Да ладно, да? Мы сегодня отдыхали на пляже Все было круто, веселились, зажигали, плавали Нам вынесли шампанское Все было дорого, много, как я люблю Для мексиканских настроений Настроение в котором есть солнце Радость Океан Волны Шампанское Что может лучше? Мы в раю Давайте за рай За разницу За разницу За разницу За разницу Восердие 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 Давайте выпьем за то, чтобы кто бы сегодня не ушел. Давайте просто. Сегодня хотя бы люди не оставались. Давайте. Сегодня, а потом. Потом люди сами. А сегодня я сужу. Ребят, на облотках! Ребят, ребят! Ты там ушел и мальчик, Эл! А по-любому там что-то симпатичнее. Да, ребят! Привет, ребят! Спасибо! Здорово, чувак! Здорово! Классно! Вообще, неожиданно так. Привет, меня зовут Эмиль, мне 23 года, родом я из Читы, но живу в Москве. По образованию экономист, но работаю моделью за границей. У меня безумная энергетика, хорошее чувство юмора. Занимаюсь бизнесом, успеваю и потусоваться, и денежку заработать, и спортом заняться. В общем, со всех сторон молодец. В девушках я предпочитаю качество и количестве. В Москве у меня была девушка, с которой я поссорился, когда она узнала, что я еду на каникулы в Мексике. Я стоял перед выбором, я выбрал поехать сюда. Он будто египтянин, нет? Я из Подмосковья, Солнечногорска. Ну, прикольно. Доброго дня, пожалуйста, вам домой. Ребята, я потеряла очки, а Киан подарил мне бутылку шампанского. Простите, подождите, предлагаю сделать посвящение нового мальчика по кармам. Значит, нужно пройтись по линии. А, я не против, давайте сделаем. Я специально не буду подходить к нему, не буду общаться. Он сейчас пообщается со всеми девочками, он всех уже узнает. Ты будешь одна, если недоступная, то ему будет с тобой интересно, он побежит туда, чтобы я тебя приватся на сцене. Если единственная, если Вика не будет там вилять хвостом. Да, он уже виляет, как шапка. Я думаю, я хотела, чтобы из их лагеря кто-то ушел. Так и будет. Ну, блин. Итак, посвящение мексиканцы. Ты прекрасно видел, где находятся бокалы. Твоя задача, найти бокалы с шампанским и выпить. Поехали. Пришел новый мальчик. Прикольное появление, необычное. Такого вообще не было появления на проекте. Компанистский, прикольный чувак. Проблем не будет. Мне кажется, веселый, озорной. Нормальный чувак, пошел. Есть! Молодец, давай! Итак, мы поздравляем тебя. Это твое первое испытание, и ты его успешно прошел. Снимай повязку. Испытание легкое, на самом деле. Поздравляем! Это твое первое испытание. Ну, что же идет к тебе на вилле, никто не знает. А много будет сюрпризов. Так что... Велком! Велком ту Мехико! Радио Борисов, нового участника! Ну, присаживайся к столу. Помогу? Ну. Как три вообще? Сколько тебе лет? 23. Масенька! Нам тоже всем 23. Не, нам чуть побольше. А что ты занимаешься? Я моделью работаю. Я так и знал. Прямо чувствую, модель выходит просто... Да, он просто уже так позировал, да? Я тоже работаю. Ну, пришел новый мальчик, да, модель. Я не могу судить о его красоте, да. Он, в принципе, внешне приятный молодой человек. И, надеюсь, он адекватный, позитивный. Наверное, девочке, кому он понравился. Надо больше времени пообщаться. И в дальнейшем мы увидим, кто есть кто. Я вообще на модели не работала, но я участвовала в танцевально-модельных постановках. Я раньше танцевала, да. И вот, собственно, я всегда на всех показах всех моделей делала, если что. Ну ты что покажешь себе? Я уже все показала. У меня есть коронная фишка такая. Я очень хочу от нее избавиться. Я ко всем поворачиваюсь и показываю попу почему-то. Я не знаю почему. Что, много пострадавших? Пострадавших пока... Вдохновленных, скорее всего. Вдохновленных, да. Пострадавших нет. Это не пострадавшие. Ну мало ли, настолько все понравилось, что уже не могут справиться. Нет, я всех люблю. А так она девочкам показывает. Катя экстравагантная. Непредсказуемая. Хотя бы потому, что человек может просто в конфликте показать свою задницу. Я уверен, что если придет человек, который покорит ее сердце, вот, а она просто будет ходить голой. А мы будем восхищаться ее телесной архитектурой. У меня есть предложение, чтобы мы больше не жарились на этом солнце. Поехали на виллу. Поехали на виллу и покажем новому участнику виллу. Просто смотри, я одиночка, жить больше негде. Комнат свободных нет. Если я сочту сегодня женское голосование, Катя. Сегодня женское голосование, да. Сегодня женское голосование. Это означает, что одна девочка уезжает. Она девочка уезжает, да. Но одна девочка уезжает, и одному мальчику негде жить как-то, да? Вот если ты будешь хорошим мать, девочка будет отдать под демочки твоей. Я тебя приютю. Приютю. Приютю, приютю. А то тебя под руку возьмет какая-нибудь коварная дама. Нет, подожди. Сегодня он будет жить один в любом случае. Сегодня он будет жить в башне, а завтра будет в бассейне. Самое главное правило – остерегайся амины. Почему? Потому что она заговаривает. Не надо, потому что она пытается. Приговаривает и заговаривает. Нет, на самом деле все здесь классные ребята. Ничего не надо говорить, человек сам себя говорит. Это было бы низко. Ну просто если ты видишь кого-то… Нет, ну если у человека есть свое мнение, почему бы его не сказать? Нет. Я сам разберусь в людях. Да, вы сам разберешься. Абсолютно верно. У нас, получается, девочки две одиночки – Амина и Катя. Естественно, сразу взяли его в свои лапки, как крабики. Оп-оп. Понятно, почему они его так, ну, схватили. У них такая ситуация. Они должны понравиться Эмилю. Что там уже Эмиле, как? Это мы посмотрим на голосование. Я живу в комнате одиночки. Это самая крутая комната. Если хочешь, я тебе сегодня наступлю в свое ложе. Это люкс. Здесь живут и Катрина, и Сережа, потому что они заслужили. Старики. Они заслужили. Да, но я не ожидал, что вилла такая мощная. Вилла мощная. Я не была на той, но это мощная. Видишь выход отсюда. Здесь джакузи, кстати, смотри, смотри. Смотрю, смотри. Видишь, нет? Я пообщался со всеми ребятами, и от них исходил только позитив, приятный настрой. Кто-то был более сдержан в эмоциях, а кто-то прям накидывался на меня и пытался мне что-то рассказать, показать, как Катя. Ты видишь вид? Ты видишь, нет, то, что нет горизонта. Нет горизонта между бассейном и океаном, между океаном и небом. Ну, в общем, вот, пошли дальше. Вот тут мини-лаунж ниже неба, там, вверх. Мы сейчас туда поднимемся, а потом пойдем. Ну, сразу скажу, в один домик я не зайду, ввиду вчерашнего конфликта. Что, с кем поругалась? С одной девочкой, которая давно меня цепляет, ковыряет, но не отвечает за свои слова. Она меня ударила сначала, я упала, но я сама зачинила спортзал. А я потом, говорят, вот так я сделала. На! В живот. Ну, да нормально все. Ну, драться же тоже надо. Да, вот здесь спортзал, ребята, когда занимаются, обгорают. У них носы. Вот здесь можно танцевать стриптиз. Здесь можно делать все, что угодно. Вот та самая кайфовая тема. Однозначно. Здесь хороший вид. Здесь в обуви можно или лучше разуваться? Ну, лучше разуйся. Мне кажется, больше всего заинтересовалась Катя, потому что она больше всего внимания ему уделяет. Она ему показала виллу, где кто живет, общается с ним, рассказала, что произошло, кто с кем жил, ругался. Кто спал в ванной и все остальное. По мины интеллекта нет. А мина продуманка, они сразу видно. А мой остался. А мой? Ты всегда это сделал. Все душой и телом я это ненавижу. Здесь прикольно встречать закат. Дальше пойдешь смотреть, Эмиль? Давай здесь чуть посидим и потом пойдем. Ну, я здесь не хочу сидеть чуть-чуть. Я пошла. Ладно, я догоню. Здесь, в общем, столовая, дальше разберешься. Хорошо, спасибо. Не за что. Что-то прям это, меня уже со всех сторон склоняет с кем дружить. Сегодня голосование. Сегодня голосование девочек убирает. Теоретичное дело. Не слушай никому. Нет, только слушай по себе вообще. Делай, что хочешь. Ты приходил на каникулы, да. Ты приходил на каникулы, отдыхай. Я так и планировал. Все. Все супер. Мальчикам чуть проще, на самом деле, эти девочки. Мальчики дружные, да. Девочки здесь не твари. А женская дружба, она и в природе нету. Или вы верите? Я верю. Я сразу увидел то, что между девочками идет такая незримая, а порой очень яркая война. Я пока не готов принимать чью-то из сторон, пока не разобрался в сути вообще конфликта. Потому что каждая из девушек говорит свое. Каждая считает себя правой. Слушай, ну, сегодня женское голосование, да. Угу. В принципе, я думаю, каждый из нас может уйти. Спасибо за напоминание. И предлагаю сделать вечеринку чисто девочками. Ооо. В стиле спа. Привести себя в порядок. Я так и бегу тебя сюда. Спасибо, Сережа. Сделать там ног, спедикюр, маникюр, укладки, чтобы сегодня на церемонии были быть красивыми. И не уйти. Давай. Маски еще. Да, маски обязательно. Ну, в общем, подготовимся к церемонии, чтобы выглядели. Я только за. Сейчас тооо. А где будем делать? Так как у тебя больше всего места. Так как у меня самый богатый апартамент. Самый крутой, дорого, богато. Вот. Поэтому давай у тебя, я думаю. Короче, девочки, начинаем нашу вечеринку. Каждый занимается тем, что хочет. Друг другу все помогаем. Педикюр, маникюр. Массаж по желанию. Маски. Укладки. Ну, сейчас идет война прям. Женская? Да. А парни не принимают участия? Парням просто. Парням, кроме Вэлла, понимаешь? А Вэлла, понимаешь? А Вэлла, понимаешь? Ну, уже на позитиве вроде. Вчера драки были. Вчера драки. Я не представляю, что здесь происходит просто. Если я буду воротить прошлое, в котором меня не было, со слов других людей, я могу ошибиться. Я лучше сам попытаюсь разобраться и пойму, чья правда мне ближе. Блин, новый парень, он симпатичный, но такой молодой. Очень прям, 23 минута вообще. Да он не выглядит, он выглядит на лет 20, блин. Да? Чего, моделька. Модель на внешне. Боже мой, все у нас модели. Ну да. Такой, ну, порядочный мне кажется какой-то. Понимаешь, Амина и Катя совершенно разные. У Кати есть интеллект. У Амина, да? У Амина интеллекта нет. Нет, у нее тоже есть интеллект. Просто, не, она у нас девочка. Еще, ну просто она... Амина продуманка. Они сразу видно. Это понятно. Не надо, потому что она, во-первых, разбила вот эти вот стаканы незначимого. Они разбили к месяцу остатки. За счастье, за счастье. Это такая привязаж, вообще. Это традиция такая. Потому что на осколках, да, она начала просто мочить Катю. Катя начала делать физические проявления силы, не Амина. Да, Жека между ними стоял. Я стоял между ними, Катя начала тянуть руку Амины. И Женя стала их руки убирать. Кто сделал первый удар? Катя? Или Амина? Катя схотела за руку, стала дергать на себя, горать, типа, давай. Тянуть, иди сюда. Катя удар был от Амина, но первая тронула. А до этого Амина ничего не делала. Какая разница, кто ударил? Я сначала вот так возьму за шею, вот так дергну. Жек. Парни, хорошая, Радина. Да не, нормально. Со Стасовым мы там дружили, что у нас было, но это неважно. Он все равно утром цветы мне там приносит. Какие-то букетики, какие-то романтики устраивал. Тоже приятные мужчины. Должен понимать, что женщине приятно внимание. У нас ребята не понимают этого. Это да. Хотя Захар понимает. Только Захар, по-моему. А Захар делает, да, романтики? Конечно. Да? Захар очень. Вер. Романтичный парень. Вера спит. Нет. Вера. Вер. О, спит. Все понятно. Я говорю, Захар делает романтики? Катрин, ты все делай все. У-у-у. Зайка, ну подожди коктейли-то. Сы. А мой остался. А мой. Ты всегда что-то сделал. Масик пришел, если коктейли задешься. Простите меня. Был такой сумбур. Все девочки яркие, интересные, разные. У каждой девочки своя фишка. Определенные черты лица, определенное поведение, свои понятия. Давай. Давай. Блин, так красиво нес. Ну рассказывай о себе, что ли. Я модель. Так я модель. Чем еще любишь заниматься, когда моделью? Люблю тусоваться, общаться, слушать музыку, занимаюсь спортом. Ну сейчас уже не так много времени. Раньше боксом занимался. Всем понемногу. Расскажи про свои последние вещи. А что у тебя скилла еще не помню? Два с половиной года отношения. Я еще не знаю, закончились они или нет. А, да. Сейчас непонятно. У нас все мальчики, понимаешь, едут, имеют отношения за пределами проекта. Ну я поругался со своей девушкой. И ты уехал сюда, да? И что, она приедет? Почему нет? А, что она приедет, сразу вопрос. У нее диплом, вы стойте, она никуда не приедет. Так значит, а если тебе здесь кто-то очень сильно понравится, ты готов с ней строить какие-то отношения? Ну вот когда понравится, тогда будет разговор. Тогда скажи типаж девушки каковой. Ну типаж, мне нравятся больше брюнетки. Какая она должна быть по характеру, чтобы тебе понравилось? Чтобы она была воспитанная. Не ко мне. При этом была тусовщица. Я не люблю домоседок, которые там сидят, что-то в книжке клюют. Чтобы была тусовщица, но при этом знала себе цену. Так, замуж не давала, мне интересно. И не давала как бы другим парням повод подумать, что что-то, что-то. Ну в общем... Верная тебе. Не гулящая, да. Он сразу заявил всем, что у него есть девушка, с которой он поругался. Но за это он молодец, он признался сразу. Он ничего не скрывал. Из всех девушек, в принципе, никого особо ей не выделяют. А пока хочет общаться со всеми девочками, как с друзьями. Катя, Вера и Анжелика. Три новенькие девочки, получается. Бывает, что и старенькие будут. Ну вот. Но мне не за что сейчас давать. Я понимаю, что я сейчас осталась без поддержки. Ты же не будешь за Серегой, правильно? А? Почему? Слушай, ты если хочешь здесь остаться, то ты уже выбираешь некое интересное, как мужчина. А по этому факту, чтобы здесь остаться. Это все. Ну, Катя тоже может выйти за ним, кстати. Она с ним общается. Получается, под ударом Амина осталась. Нет поддержки. Но Амина не подойдет ни к Джексону, ни ко мне, ни к Вэллу. Только если у него будет иммунитет. Тогда она может подойти к парням, чтобы брать девочку, которая ей неприятна. Я бы хотела, чтобы ушла Катя. Ненавижу я ее. Вот всей душой, телом я это ненавижу. Я ни с кем не целовалась на проекте ни разу. И не спала. Главное, чтобы она ничего ему не тернет. Я хочу сильного мужчину, который во мне моих чертиков погасит. Девочка непростая. Я тебе так хочу сказать. Я с Катей общался, с изображательной девочкой. По-любому придется выбирать. Я не знаю, вот, как ты к этому отнесешься. Потому что у меня вот были отношения в Москве. Я с девочкой поссорился. Я не знаю, приеду, будут у меня отношения, не будут. Но на данный момент, если зажгется, я не буду останавливаться. Не зажгется, я тоже себя заставлять не буду. Но это правильно так и должно быть? Ну, я просто тебе объясняю свою позицию, чтобы там не было такого, что... Мне понравилась моя позиция в том, что ты пришел и сразу заявил об этом. Да, у меня были отношения. Да, у меня там девушка. Я не собираюсь врать, да. И это очень правильно. Если я здесь не найду себе девушку, на которую здесь биться, то есть бок о бок, дружить... Я просто сюда приехала в первую очередь победить. Ты за деньгами приехала? Нет, я приехала за победой. Не только за деньгами, я приехала за победой. В целом сам факт победить. Да, я по жизни лидер. Я тебя предупредила заранее, чтобы для тебя не было это новостью какой-то или удивлением. Я могу тебе только предложить на данный момент одно. Это союз. Да, я тоже самое тебе, о чем я тебе говорю. Я тебя поддержу при любом раскладе. Кто бы ты в тебе уши не лил. Нет, то, что Катя двигалась, что-то рассказывала, мне понравилось. Очень приятная девочка. Я не знаю, что у вас там было. Не хочу против нее ничего сказать. Просто я... Заметь, я ни про кого ничего плохого не говорю. Нет, я не говорю, что у вас есть какие-то терки, это ваше личное. Я просто со стороны понимаю, с кем мне будет интереснее дальше идти. Ты очень сложный человек. Очень сложный. С тобой нельзя... Так, средник общаться. С тобой либо вот так вот, либо кусалово. Одно из двух. Я всегда готова к борьбе. В любое время дня и ночи я поддерживаю себя, своих близких. Я ни с кем не целовалась на проекте ни разу и не спала. Ты красавчик. Так как я сейчас одинокая женщина, я предложила свою поддержку. Не скрывая, не Юля, не подлизываясь, подождала спокойно, пока все ребята с ним пообщаются, и потом поговорила с ним. Главное, чтобы она ничего ему не втерла. Если он поведется, то... Может, ему понравится Амина. Я за вселенское счастье. Нет, я говорю, это тоже показатель. Когда человек ведется, зачем ты такой друг, который подвластен. Безусловно. Я почему говорю, я никогда новеньким или кому-то... Ты видишь, я тоже мне неинтересно. Не вешаю лапшу, потому что зачем мне рядом человек, который, если что, меняет свое мнение или подвластен. Корчак должен сам увидеть и понять, что там, ну, кто ему из людей ближе. Я не хочу строить какие-то там интриги. Я могу быть вовлечен в разные интриги здесь, какие-то сплетни, козни, но неосознанно. Потом я могу осознать и понять, что я делал какие-то вещи зря, кого-то зря слушал. Катя, я вижу, что тебе как-то некомфортно общаться с участниками, что ты как-то держишься в стороне от девчонок. Нет, я общаюсь с Катрин, с Викой, наверное, все. Но всегда, когда происходит что-то такое, где вы собираетесь все вместе, обязательно ты какую-нибудь гадость скажешь. Да? Да. То есть это вот, ну, я не знаю, характер в твоем. Да, я, наверное, не замечаю. Но ты это не специально делаешь? Нет. Не всегда. Нет, касательно Амины, там другой момент. Она первая начинала изначально меня цеплять. Амина зачинщица конфликта, да, вашего? Изначально, да, он долгий, он вот так наматывался, накапливался. То есть я игнорировала, ну, до последнего, насколько я могла. Дальше, ну, я не могу же, прямое оскорбление, баба Яга, там, еще что-то такое. Это уже я не могу. Тем более я узнала, что она, ну, говорила эти вещи за спиной. Ну, я просто ей сказала, Амин, когда ты что-то заявляешь, рассчитывай свои силы. Вот и все. Ну, мне кажется, мы разобрались. Как ты считаешь, чем ты отличаешься от девчонок? Что в тебе есть такого, чего нет ни в одной из них? Ну, неординарность, может быть, все-таки какая-то непредсказуемость, потому что, мне кажется, я поступаю совершенно нормально. Вот это самое, ну, непонятное для меня само. А они мне говорят, что это ненормально, что это неординарные, эксцентричные какие-то поступки. Импульсивно я реагирую как-то вот на некоторые моменты неадекватно. Потом, когда я анализирую, мне очень стыдно бывает. То есть ты осознаешь, что ты, например, где-то вспылила, где-то была неправа. Безусловно. Слушай, ну, это прекрасно, если ты это понимаешь. Мне кажется, что ты можешь как-то наоборот работать над собой и, посмотрев на себя со стороны, послушав ребят, как-то изменить в себе немножечко, где-то погасить вспыльчивость. Я буду стараться. Ну, я надеюсь. Я не хочу борьбы, я хочу любви, я хочу жить, наслаждаться. Но здесь есть человек, с которым ты хотела бы любви? Мне кажется, что пока нет. Я хочу сильного мужчину, который во мне моих чертиков погасит. Вот в чем дело. Меня просто очень сложно усмирить. Но если меня усмирить, я становлюсь самым просто милым, нежнейшим созданием. Ну, что ж, я надеюсь, что если ты останешься, ты сделаешь выводы и будешь помягче немного в каких-то ситуациях. Вот просто убрать злость. И все. Я буду стараться. Ну, я надеюсь, что ты искренне сейчас, я надеюсь, что выводы ты тоже сделала. Спасибо, Катя. Спасибо тебе большое. Ну, я бы не сказал, что все друг другу доверяете суде, потому что я... Мы доверяем иметь. А, вы друг другу. Я, ПЛПС, Катя, Семь, Катя, Семь, Катя. Именно между собой или в целом? Между собой. В целом. То есть мы друг друга не подстанавливаем. Мы проверены временем. Вика, я, Катя, Сергей. А остальные как бы... У нас есть терки, конкретные претензии к Камине, допустим, да? Потому что она просто делала некрасивые вещи. То есть ей доверять нельзя просто. Ну, когда человек просто кинул, и все. Вот. А жизнь с ней можно общаться, веселиться. Что? Если у меня нет терминтета, она или у меня, или пока требует. Конечно, конечно. А где я мир не видел? Я думал, здесь с вами. Мне там там в уши уже заливают, наверное. Ну, если он человек, которому можно залить в уши, то мы ничего не сделаем. Ну, да. Ну, все, что, тогда не партить, забить. Я социально вообще ничего не знаю. Ну, нормально, пацан вроде как-то... Ну, да, вроде... Мы же с ним пообщались. Он что-то подошел с тобой, начал как-то что-то... Не, ну, вроде такой. Да, он нормально. Адекватный пацан, да. Я не хочу как бы влазить как-то в отношения. Она великолепная актриса. Вот и все. Нет. То, что она девочка непростая, это было видно с первого момента. Я думаю, что она умеет обаять любого мужчину. Любого человека, который сюда придет, она в два счета найдет к нему ключик. В два счета. Потому что всю жизнь она работала с мужчинами. Вот и все. В смысле работала? Ну, у нее работа связана была. Просто она работала администратором там в стрип-клубе. Вот и... Это то, что она, по крайней мере, говорит. А чем она реально как бы занималась, неизвестно. Я вижу то, что Катя очень добрая девочка. С Аминой у меня совершенно другие темы общения. Она со мной на одной волне. Не могу сказать, в чью сторону я поддержу. Мне нужно еще до конца разобраться, с кем мне будет комфортней, приятней и лучше остаться на проекте. А кого придется оставить за бортом. Это будет очень сложный выбор. То есть ты считаешь, что ты никого не подставила? Нет. Я долго думала, кому же мне следует сегодня дать иммунитет. Амин, что случилось? Объясни, пожалуйста. Если я уйду, я вешалки вам потом отдам. А ты здесь на проекте никого не подставляла? Никогда. То есть ты считаешь, что ты никого не подставила? Нет. Вообще никого. Ну я не буду тебе ничего говорить, но у многих людей другое мнение. Ну это у того лагеря. Я не буду говорить то, что, как. Слушай, я тебе могу сказать даже имена этих людей. Да не важно. Я просто тебя спросил чисто как вот твое мнение. Подстава в том, что я с своими друзьями веду до конца. Что я с ними не общаюсь. В этом подстава. У меня вообще с ним нет мнения. Видишь, что я ни про кого плохого не говорю, они там уши уже заливают. Надо делать тоже, чтобы для этого было. Добрый вечер. Привет. Сегодня очередная церемония выбора пар. Парней сегодня меньше, поэтому выбирать будут девушки. Я долго думала, кому же мне следует сегодня дать иммунитет. Амина. После ухода Стаса я решила вручить его тебе, но сейчас я вижу, что здесь есть люди, которые могут тебя поддержать. Нет таких. Новичок этой недели Вера. Она тоже нашла себе защиту. Именно поэтому иммунитет я решила дать сегодня Кате, которая половину недели провела в башне одиночки. Как мне кажется, она не смогла до конца раскрыться, поэтому я решила дать ей второй шанс. Кать, делай свой выбор первый. И помни, что твой выбор будет неприкосновением. Ну, блин, зачем так делать? Ну, все. Охренеть. Вы неплохо смотритесь вместе. Кать, почему такой выбор? Потому что мальчик новенький. Пянчик. Мне он понравился. Я хочу узнать его поближе. Окей, я думаю, что у вас будет достаточно времени узнать друг друга поближе. Все нормально? Блин. Амин, что случилось? Объясни, пожалуйста. Просто такая подстава. Все знают, что тогда я пойду к Джексону. Это моя подруга Анжелика. А получается, что Илья, она уйдет. Амин, мы всегда здесь делаем выбор. И не всегда он получается так, как вы этого хотите. В любом случае, у тебя тоже будет шанс сделать свой выбор. А мне больше некому идти. Ты же сказала, что ты не пойдешь в Джексон. У тебя есть кому уйти. Здесь есть еще мальчики. Ты прекрасно знаешь, как проходят эти церемонии. Слушай, мне не надо сейчас ничего. Я сама решу, куда мне идти. Вера, делай свой выбор. Почему? Нам хорошо вместе. Но мне точно. Ты стала меньше ругаться? Да. Точно? Точно. Захар, это правда? Да. Намного. Я очень рада. Анжелика, ты выбираешь следующий. Что-то изменилось в ваших отношениях со вчерашнего дня? Какие-то моменты меняются. Какие-то остаются в недопонимании. Я надеюсь, что у нас все изменится и наши отношения как-то будут развиваться. Катрин. Выбираю Сережу. Потому что я его всегда выбираю. И очень давно. И мне он нравится. И я, короче, его выбираю. Вы мне тоже очень нравитесь, ребята. Ты нам тоже нравишься. Ну, спасибо. Вика. Ну, этому человеку доверяю. Более того, появляется симпатия. Я этому рада. Поэтому. Она только появляется или она уже есть? Ну, она развивается. Развивается настолько, что ты даже стала одеваться в гамму цветовую. Это он переоделся, разбегал. Ну, что ж, Амин, делай свой выбор. Думаю, выбор очевиден. Я не могу. Линка, что мне делать? Тебе нужно сделать свой выбор. Мне некому идти. Амин, ты тут давно, но это нормально, сделать выбор. Амина делает свой выбор. Как бы сейчас ни было тяжело, мне придется делать выбор. С Анжеликой я пытался построить отношения какие-то, да, пытался засыпиться за что-то. Но много недопониманий, много непонятных ситуаций. В Амине я уверен. Блин. Итак, твой выбор, Жень. Я ставлю Амину. Ты выбираешь дружбу, а не любовь. Ну, это... Обидно очень все. Я не могу просто Амину отправить домой. Анжелик, ты меня прости искренне. Но это игра реально. Анжелик, подойди ко мне. Спасибо. Ну что ж, твои каникулы в Мексике подошли к концу. Ты ожидала, что будет так? Не готова была уйти? Что-то хочешь сказать ребятам? Анжелик, не плавь. Анжелик, пожалуйста, только не держи никакого зла. Да и нет. Ребята, вы все достойны победы. Вы все классные. Вы все разные. Все неординарные. Я не сижусь на этом. И не обижаюсь на тебя, Жень. Не упустите свой момент. Дайте мне, Женька. Не платья, пожалуйста. Пожалуйста. Это игра, правда. Мы увидимся. Анжелик, подисти, пожалуйста. Ну я посчитал то, что с Аминой мне здесь будет вернее. Потому что я хочу победить. Анжелика, она очень добрая, очень хороший человек. Мне искренне жалко, что так получилось. Мне самому перед собой даже как-то стыдно. Вот так мы начинаем ценить людей, когда они уходят. И я вижу, Анжелик, что многим здесь тяжело с тобой расставаться. Эти каникулы для тебя закончились, но жизнь продолжается. И я уверена, что у такой красивой девушки, как ты, все очень сложится хорошо. Да, все круто. Удачи тебе. Спасибо. 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 Это был очень сложный выбор для всех вас. Особенно для Жени и Амины. И очень интересно, что в этом треугольнике один поддержал друга, а другая предала подруге. Спасибо. До встречи. Жень, ты как? Нормально. Нормально? Пойдем. Вам пока не сходить? Да почему? Спасибо. Другого выбора просто не было. Но теперь начнется игра. Я себя чувствую предателем. Я предала. Просто если бы я встала за любым другим парнем, я бы ушла. Но я сюда приехала за победой. Я очень много пережила здесь. Чтобы сейчас сдаться, я не готова. Я хочу только победу. Я все время ушла. Никогда никого не преддавала. Тут такое вообще. Ты думаешь, это предательство? Да, это предательство. На Оракуле нужно отвечать честно. Ну, по крайней мере, да. Смотри. Стараться потом, чтобы не оглянулась. Чтобы потом слова твои... Подтвердились делом. Подкрепились. Да, был вопрос. Амина. Вот если, да, там уходит Стас, вот кому из мальчиков ты пойдешь? Ну, якобы ты дружишь с Анжеликой. Анжелика же с Джексоном в отношениях. Она сказала, я не пойду за ним. Там моя подруга будет. Что произошло? Послушай меня, Амина. Не ведись на провокации Вики о том, что ты говорила, что не выйдешь за Джексоном и вышла. Это специально, чтобы тебя спровоцировать. Ты хорошо сделал... Ну, молодец, что сдержалась там, сказала, что Вике я сама выберу. Но сейчас эти провокации будут, что, типа, ты же всем говорил, это как бы публично было сказано, чтобы тебя еще раз, как бы... Почему бьют по мне столько дней подряд? Почему бьют? А куда бы Катя вышла? Для меня было очевидно, куда идти. Я вышла к Эмилю. Я бы пошла только к нему, это однозначно. Мне было совершенно без разницы, какая девочка за мной выйдет, потому что я никого не знал. Вышла Катя, мы с ней пообщались ночью перед сном. Очень чистой душой добрый человек. Я вижу, что ты добрый девочка. Но вот когда такой натиск, а я только заехал, я хочу со всеми. Я хочу вот так вот со всеми пообщаться. Я что, тебя не отставало, да? Ну, мне показалось, что вот ты прям... Меня отцепилась, а потом еще говорят, ты одиночка. Я думаю, ну, ну, что за... Ты меня не взбесил, я просто не понял, зачем? Ну, дай мне... Тут очень многие вещи ты будешь понимать спустя какое-то время. Я считаю, что тебе нужно отойти с ним в сторону и поговорить. А что мне нужно сделать? Тебе нужно стоять голым в углу. Ты приглашен на необычную и таинственную встречу в башне. Я прям рада, если тебе дадут поле. Я хочу, чтобы ты поддержала меня. Субтитры сделал DimaTorzok